60 квадратных метров. Этого вполне достаточно, чтобы 25 спортсменов одновременно выполняли силовые упражнения и не мешали друг другу. С 8 сентября на стадионе поселка Старокомышинска начала работать новая спортивная площадка для занятий воркаутом. Технические характеристики, они, наверное, как и у всех воркаут-площадок, включают в себя разные конструкции. Турники, брусья, кольца, канат, шведская стенка, скамьи для пресса – все чертежи были разработаны в Федерации воркаута совместно с Мировой Федерацией, поэтому они соответствуют мировым стандартам воркаут-площадок. На них можно готовиться как к региональным, так и к международным соревнованиям. Местные любители силового спорта уже успели опробовать турники. Профессионально оборудованная площадка очень понравилась Степану Маркову и Никите Корниенко. Ребята несколько лет занимаются воркаутом. Выбор этого вида спорта для них был сознательным. Это довольно-таки зрелищный вид спорта. Ты можешь, можно сказать, попантоваться перед другими. Также он очень хорошо улучшает твою физическую форму. Мне нравится этот вид спорта тем, что он развивает силовую выносливость, саму силу. И, в принципе, удобно. Турники есть повсюду. Можно по пути, допустим, в школу даже зайти и потренироваться. Мировым стандартам соответствуют не только турники, но и покрытие площадки. Обязательными условиями проекта были нетравмоопасность и высокое качество материалов. Это специальная порошковая краска, которая высокоустойчивая. Во-первых, изначально металл обрабатывается, потом покрывается порошковой краской. И получается такое покрытие устойчивое климатических воздействий. Также, если краску не портить механическим воздействием, то металл никогда не заржавеет. Всего в Копейске в этом году появятся 10 воркаут-площадок. Часть из них на территориях школ, другие – на поселковых стадионах. Для Старокомышинска этот спорт-объект – продолжение реконструкции местного стадиона, которая началась 8 лет назад. Более 6 лет назад поставлена хоккейная коробка, сделана поле футбольное, беговая дорожка. Это все делалось в динамике, поочередно. По непосредственному указанию главы рассмотрится вопрос, сейчас рассматривается и будет, наверное, делаться, выполняться, чтобы сделать площадку для пляжного волейбола. И сделать для маленьких наших жителей в зимний период, чтобы они катались на коньках, заливку еще маленького пяточка, такого маленького стадиона. Возрождение стадиона для старокомышинцев просто необходимо. Поселок растет, досуг люди хотят проводить с пользой. Уже сейчас стадион востребован, сюда приходят заниматься любители спорта. А с появлением нового сооружения поселок может стать родиной будущих чемпионов воркаута.